И все-таки ждет ли мир новая глобальная рецессия и как долго придется восстанавливаться после эпидемии Китаю и остальным странам? У нашего следующего гостя, экономиста, бывшего главы лондонской фондовой биржи Ксавье Роле, есть ответы на все эти вопросы. О вызовах, с которыми сталкивается китайская экономика и мир в целом, с господином Роле беседовал ректор дипломатической академии МИДа Александр Яковенко. Мы хотим знать, что происходит в мире и на финансовых рынках, потому что сегодня мы так зависим от политики. И все, что сейчас происходит в Китае, особенно влияет на весь мир. Мы исследуем эту проблему с коронавирусом и хотелось бы понять, какими будут последствия для глобальной экономики. Продолжит ли Китай расти? Или все, что мы сейчас видим на мировых рынках, это долгосрочная тенденция? Или будет восстановление, я имею в виду международную торговлю? Китайский COVID-19, который также называют коронавирус, безусловно, окажет влияние на первый квартал и похожий на второй квартал тоже. Это влияние обусловлено прежде всего позицией Китая в системе мировых поставок, уровнем потребления не только продуктов, но вообще различных товаров. Очевидно, влияние ситуации на ближайшие к Китаю страны. Я не эпидемиолог, но я разговаривал с некоторыми из них. Что они говорят? Если Китай останется основным центром этой эпидемии, если не появится дополнительных вторичных вспышек за пределами Китая, эпидемиологи верят в то, что через пару месяцев все закончится. И мы видим уже сейчас, что число заболевших идет на спад. В то же время увеличивается количество тех, кто выздоровел. Вопрос в том, столкнемся ли мы с глобальной рецессией. Повлияет ли эпидемия настолько сильно на китайскую экономику, что вся мировая экономика окунется в глобальную рецессию? Лично мое мнение, с которым многие мои коллеги в финансовом мире не согласны, мое мнение – нет, рецессии не будет. Прежде всего, потому что реакция китайского государства и китайских граждан на все происходящее заслуживает только восхищения. Те меры, которые были приняты, та жертва, которую принес китайский народ, честно говоря, для меня это все кажется невероятным. Я верю в то, что во второй половине года мы увидим восстановление. Китайская экономика настолько связана с мировой, что остальной мир тоже заинтересован в том, чтобы Китай пришел в себя. Приведу еще один конкретный пример. Если вы посмотрите на фондовый рынок, то он вам сразу все расскажет. Еще раз, мы сейчас не рассматриваем ситуацию, если эпидемия вдруг примет катастрофические масштабы. Фондовый рынок смотрит вперед, и там все еще сохраняется оптимизм и возможность для китайской экономики быстро восстановиться. Давайте посмотрим на статистику, особенно на прогнозы самого Китая. По их оценкам, рост ВВП по итогам года будет в районе 5,4-5,6%. Они надеются, что замедление составит около 0,2%. И влияние на мировую экономику на том же уровне 0,2%. Но в следующем году они прогнозируют восстановление и будет уже 6%. Вы согласны с такими оценками? Мне кажется, все это достижимо. Мировая экономика составляет 87 триллионов долларов. В США около 22 триллионов. Затем идет Китай. По сути, Китай — это вторая крупнейшая экономика в мире. Я не сомневаюсь в возможностях КНР выйти еще более сильно из этой ситуации. И Китай, и его экономика, и люди очень-очень быстро учатся. Иногда им нужен своего рода толчок. Этот старт из низкой позиции. Я полагаю, что китайская экономика будет меняться. Давайте смотреть на Китай не как на что-то статичное, а учитывать то, что произойдут некие изменения. Китай учтет этот болезненный для себя опыт и вынесет из него определенные уроки. Да, я согласен. В этом году будет снижение. Возможно, 5,4%. Может быть, 5,3%, 5,2%, даже 5,1%. С точки зрения мировой экономики, это все еще управляемая ситуация. Это будет все равно замечательный результат. Не надо недооценивать возможности граждан Китая и китайской экономики адаптироваться, быстро учиться и тут же внедрять инновации. Малый и средний бизнес, система здравоохранения, рынок услуг. Все это растет и развивается очень-очень быстро в Китае. Поэтому я больше оптимист, чем кто-либо. Вы упомянули систему поставок, логистические цепочки. Существует риск того, что мир ощутит нехватку китайских товаров. Сейчас все осознали, насколько мы зависим от дешевых продуктов и других товаров. Как вы думаете, этот порядок вещей изменится, мир как-то все это отрегулирует, или все останется как есть? Это хороший момент для того, чтобы что-то изменилось. Например, автомобильная индустрия. Это сфера, где логистическая цепочка очень сложная. Там нельзя просто взять и сдвинуть поставку с этой недели на следующую, и все. Можно перенести, но тогда вы потеряете время. Те заводы, которые находятся в провинции Хубей, они играют значительную роль в мировой автомобильной промышленности. И для других секторов тоже. Будет несколько отраслей, автомобильная в их числе, которые в итоге пострадают. Но если мы посмотрим на автомобильный рынок, кто сейчас в отрасли один из самых быстро растущих? Кто самая высококапитализированная компания? Это Тесла, и она в США. Не нужно недооценивать инвесторов и силу инноваций. Иногда кризисы ускоряют падение некоторых секторов, потому что они и так уже длительное время демонстрируют постоянное снижение. Они не выдерживают конкуренцию с новыми изобретениями. В свою очередь, эти же кризисы помогают тем, кто занимается инновациями, отвоевывать свою долю рынка. Зачастую крах рынка происходит не случайно, а потому что прослеживалось длительное снижение некоторых секторов. Банковский сектор один из таких. Я имею в виду классический банковский сектор. Поэтому инноваторы пользуются возможностью, пользуются этим потрясением на рынке, порой довольно болезненным, чтобы захватить свою долю рынка. Тесла, например, подтвердила свои намерения продолжить инвестировать в Китай. Они также собираются прийти со значительными инвестициями в Германию. Если местные суды и экоактивисты не помешают построить этот мегазавод. И будет еще много похожих историй. Китай уже один из лидеров по производству электроавтомобилей в мире. Очевидно, что в будущем электромобили будут доминировать. Мне кажется, произойдет своего рода замещение долей на рынке. Это означает, что в перспективе нас ждет рост, даже несмотря на падение на отдельных этапах. Мы стали свидетелями торговой войны, которую США развернули против Китая. Министр обороны США на Мюнхенской конференции говорил в таком ключе, что Китай – это враг Соединенных Штатов. Пострадала ли сама американская экономика от этой войны? Или все это было безболезненно для США? Что вы думаете? Реальность такова. Это информация от экономистов самого Белого дома. Они признали, что торговая война повлияла на американскую экономику. Она нанесла удар по ней. Она привела к сокращению роста ВВП. Нетрудно догадаться, если у вас взаимный товарооборот, вы покупаете меньше, но и продаете меньше тоже. Вы сокращаете бизнес-активность. Американская администрация заключила с КНР первую часть торгового соглашения. Будет ли оно выгодно только Китаю или для каждой из сторон? То, что торговая активность возобновится, это, конечно же, выгодно обеим сторонам. Мои ожидания от того, как это будет дальше развиваться. Мы увидим, как стороны попытаются договориться по вопросам защиты интеллектуальной собственности, об улучшении ситуации по этому направлению. У некоторых это вызывает скепсис, в частности у моих американских друзей. Но лично я слышал о том, что китайский бизнес хочет усилить защиту своей интеллектуальной собственности. Эта торговая война нанесла урон и Китаю, и США. Но еще раз повторю всю ту же мысль, китайцы очень быстро учатся и саморегулируются. Они начинают понимать, насколько важна защита интеллектуальной собственности, развитие фондового рынка для финансирования и масштабирования новых технологий. Что отличает американскую экономику от большинства остальных экономик в мире? Ее способность использовать фондовые рынки, чтобы финансировать технологии будущего. Посмотрите на Теслу, посмотрите на Гугл. Сейчас Китай как бы задает сам себе вопрос. Нужен ли нам более сильный фондовый рынок? Должны ли мы поменять принцип финансирования технологий, чтобы они выстрелили? Нужно ли полагаться исключительно на госфинансирование и банковский сектор? И это, кстати, очень европейская модель. Каждый кризис несет за собой возможность проанализировать ваши прошлые действия и найти то, что можно улучшить. На мой взгляд, сейчас Китай будет стараться развивать инновационную экономику. Он станет более значительным потребителем американской промышленности, целого ряда товаров из США. Я также считаю, что торговая война мутирует в войну технологическую. Обе нации выбирают каждый свой путь и спорят о способе финансирования и самом будущем технологий. В итоге будут соревноваться с другими. В моей голове сейчас такой вопрос. Будет ли Китай придерживаться нынешней модели финансирования для своих технологических стартапов? Или появится такая смешанная модель, где государства и крупнейшие банки финансируют большие проекты, крупные инфраструктурные проекты, космические? Но в то же время интересно, позволит ли Китай частному рынку, частному капиталу развиваться и финансировать малый и средний бизнес? Примерно такие вопросы, как мне кажется, задают себе сейчас Китай. И все это будет влиять на возможность конкурировать с США и двигаться вперед. Сегодня в Дипломатической Академии гостем был Ксавье Руле. Это совместный проект Дипломатической Академии и РБК.